Вечер на Думской в прямом эфире продолжается. Говорим о главном сейчас. С вами Александр Новицкий и Алла Есина. Здравствуйте. Пришедшим вовремя журналистам города Одессы будет обеспечено теплое питье, печенье и наши радуши. Приглашенным. И также пришедшим вовремя из приглашенных. К сожалению, приглашены были на это не все и первый выход, так сказать, в свет одесского губернатора оказался немного скомканным. Но это мое мнение, я могу ошибаться. Об этом будем говорить в ближайшие полчаса. У нас в гостях Андрей Бодров, политический консультант. Андрей, здравствуйте. Доброе утро. Прежде чем перейдем к губернатору, есть информация для одесситов. По данным ГСЧС Украины в Одесской области, на пляже Лонжерон образовалась большая глыба льда. Да, служба рекомендует не купаться сегодня ночью и завтра утром, несмотря на праздник Крещения, не купаться на Лонжероне, потому что это достаточно опасно для здоровья. Интересная, Андрей, получается практика. У нас не офис губернатора, скажем так, председателя властного совета, а какое-то шоу-менство сплошное. То там расписывают людей, то шашлык жарят, то теперь стоит печенье на столах, а его не берет никто. А это уже было, кстати. Но это было, есть и будет. Неужели это обязательные атрибуты, в общем-то, вступления во власть? Ну, до чего довели страну печеньки, мы уже видим, да, в плане экономики, в плане социалки. Поэтому, я думаю, что они берут связанное именно с этим. Кстати, интересно, какие конфеты были? Кто производитель? Опасаются. А это не принципиально, на самом деле. Даже если это был пресловутый Рошен, ну, почему же не поддержать? Я имею в виду, что сатины или шоколадные? Тоже, я думаю, не принципиально. Принципиально, собственно, вот тот посыл, который новый губернатор, скажем так, направляет журналистам. Новый человек, хочется понравиться. Почему нет? Начиная, собственно, с домашней, уютной атмосферы. Знаете, как я сегодня услышал интересную фразу. Ну, обычно никто в кадре не берет эти печенья и никто не пьет чай. К сожалению, это мировая практика. А за кадром? Вот за кадром обычно не показывают. Наши коллеги нам не принесли ничего. Сегодня мне один знакомый сказал интересную фразу, очень горькую. Он говорит, старые печеньки. Я говорю, к сожалению, я знаю, что ты не был там, поэтому ты не можешь судить об их качестве. Он говорит, нет, губернатор новой печеньки старой, посмотри на назначение. Ну, опять же, собственно, основная конфигурация будет меняться чуть позже. Там мы действительно сможем сделать вопрос, скажем так, о новых или старых печеньках более конкретным. Вернее, ответ на него получим более конкретно. Если говорить о назначении сового губернатора, ну, по большому счету, наверное, то, что вместо шоумена пришел технократ, является глубоким позитивом, с моей точки зрения, для области. Потому что, ну, за последние полтора-то года настрадались, да, мы и в палатках жили вместе с губернатором, и там, и по полям бегали, в маршрутках катались, а ВОЗ и ныне там. Более того, большинство социальных и экономических проблем региона только углубились. В связи с этим, потому что все-таки губернатор должен... Теперь будем поднимать настроение печеньками? Maybe, почему нет? Вдруг печеньки особенные. С розовыми очками. Слушайте, ну, давайте перейдем, скажем так, от печенья, действительно, без иносказаний каких-либо, давайте перейдем к кадровым назначениям. Ваше мнение, Андрей, почему губернатор опирается на какие-то старые кадры, с которыми он, как он заявил сегодня, пересекался еще очень давно, и даже до 2014 года? Выбирай любой руководитель, вот с моей точки зрения, и опять же из моего опыта, особенно если говорить о опыте работы в государственном вертикале, конечно, любой руководитель предпочтет работать с теми людьми, которых он знает, понимает и умеет хотя бы элементарно прогнозировать их, скажем так, рефлексы на его какие-то введения. Если же говорить о новых кадрах, то, наверное, мы увидим и их тогда, когда утрясется, скажем так, основная когорта. И я думаю, сейчас на Степанова будет достаточно много попыток со стороны всех финансово-промышленных групп надавить, пролоббировать какие-то свои назначения. Посмотрим, сумеет ли он этому сопротивляться. Я предлагаю послушать прямую речь Максима Степанова, небольшой материал, собственно, о его планах на работу в Одесской области. То, что я вижу приоритетами на сегодняшний день, из того, что я сказал, к примеру, если мы говорим о строительстве дорог, то я считаю, что такая дорога, как Одесса-Рения, она должна быть закончена. Большие оптимистические, амбициозные планы, что, может быть, по возможности закончить это уже в этом году, вчера. Я проводил соответствующее совещание, в каком состоянии мы находимся. Из 289 километров дороги на сегодняшний день построено 56. На достройку дороги нам необходим 1,4 миллиарда миллионов ориентировочно. Но мне кажется, что мы должны максимально все сделать для того, чтобы эту дорогу построить. Потому что все, что связано с югом Одесской области, это прежде всего жизнеобеспечение. И строительство транспортной инфраструктуры дает возможность для развития всех остальных любых бизнесов. Естественно, это дорога Одесса-Киев, чтобы закончить тематику глобальных инфраструктурных проектов. Это полоса взлетно-посадочная, которая находится в Одесском аэропорту, потому что все вы знаете, что она находится в достаточно критичном состоянии. То, что касается инвестиций, для того, чтобы инвестор пришел, как иностранный инвестор, так и местный инвестор, во-первых, он должен знать, куда идти, он должен знать о возможностях региона. Из этого сразу вытекает, что, наверное, нужно проводить соответствующие инвестиционные форумы, делать соответствующие предложения в высоких уровнях. Ну, собственно, ничего нового мы не услышали. Мне кажется, каждый, кто приходит в Одесскую область, обещает трассу Одесса-Рени, инвестиции. Аэропорт взлетает посадочная полоса. Кстати, какое отношение он имеет к взлету посадочной полосе, не совсем понятно. На самом деле, то, что перечень, скажем так, проблемы от губернатора к губернатору не меняется, это только еще один индикатор состояния властной вертикали и тех усилий, которые областная власть предпринимает для решения этих проблем. Фактически никаких? Ну, во всяком случае, на последнем этапе, да, действительно, мы увидели, что очень много шума из ничего. Если говорить о деятельности Степанова, конечно, на нынешний момент какие-то выводы делать рано, во всяком случае, меня радует только одно. То, что человек действительно демонстрирует, собственно, конкретный подход, он, во всяком случае, понимает, сколько осталось построить, сколько на это нужно денег. Я думаю, что если бы у Саакашвили спросили, вот буквально перед увольнением, чего, сколько надо, собственно, он бы... Я думаю, что по трассе Одессы-Рени как раз он знает. А я думаю, он все равно вынужден был бы обратиться к какому-нибудь за спиной стоящему волонтеру. Ведь это так и было. Собственно говоря, а что там, Тимур, как там, сколько там? Ну вот, по большому счету, мы же видели это каждый раз. Ну, кстати, по поводу волонтеров. Любовь Шипович, которая возглавляла инвестиционное направление при Михаиле Саакашвили, написала, что с сегодняшнего дня волонтеров в облдержадминистрацию не пускают. Там и стал пропускной режим исключительно по удостоверениям. Ну, судно-сустроено, это может быть и правильно, нечего шляться там... Людям, да? Где стреляют. Вы знаете, опять же, из прошлого опыта, из опыта последних полутора-двух лет, когда количество волонтеров, коэффициент волонтерства на квадратный сантиметр областной администрации резко повысилось, вот тогда мы наблюдали как раз наибольший бардак, не побоюсь этого слова, и неразбериху внутри администрации. Конечно же, волонтеры – это замечательно. Конечно же, люди, которые обладают какими-то новыми компетенциями, отличным каким-то западным образованием, это все супер. Но все-таки работа областной администрации – это ежедневное, техничное решение повседневных проблем. В очень большей степени это рутина. Волонтеры, скажем так, не должны были сбивать списки социальных выплат. Волонтеры не должны были реализовать какие-то там функции социальных служащих. Я считаю, что волонтеры в стране вообще как класс должны отсутствовать, потому что государство должно само решать государственные проблемы. Волонтер может помогать государству, как во время Олимпиады, и это делается в любых странах. Ну, вы знаете, опять же, мы очень сильно… Я не против волонтерского движения. Мы искажаем смысл слова «волонтер», да, в некотором роде сейчас его обсуждая. Все-таки, когда есть желание поработать на свою державу в том или ином сегменте, для этого есть такой инструмент, как общественное объединение, объединяемся, работаем, нарабатываем какие-то решения, предлагаем их власти. Слишком много действительно людей ходило по коридорам, которые занимались непонятно чем, непонятным статусом. Ну, почему же непонятно? И БД – это наше все. Согласен. По поводу людей, кстати, с высшим образованием, как вы говорите, с западным, может быть, они во времена, уже можно так говорить, во времена губернатора Саакашвили были в большом количестве назначены в том числе в районы. Существовала теория так называемого социального лифта, где каждый мог на благо своей страны с оксфордским образованием возглавить колхоз. Ваше мнение, готов ли действительно сотрудничать с кадрами в районах, которых назначил Саакашвили новый губернатор, учитывая то, что он сказал, что чисток он не подразумевает в ближайшее время? Чисток наверняка, скажем так, силовых не будет, но я думаю, что процесс самоликвидации будет достаточно интенсивным, тех самых волонтеров на тех самых местах, особенно что касается главы РГА. Конечно же, комфортность пребывания в любом кресле – это в том числе твой диалог с уровнем выше и с уровнем ниже. И я думаю, что сейчас очень многие волонтеры, которые сели в кресло руководителя РГА, они этот комфорт потеряют. Скажите, можно... Многие из них заявили о том, что они уйдут вместе с Михаилом Саакашвили? Ну, это демонстрация политических амбиций, это, скажем так, прогноз на то, что они уйдут в политические партии, связанные с... Именно про это я говорил. Это был далеко идущий многоходовый план, или так просто получилось? Ведь из этих людей, которые с должности руководителя РГА будут уходить, из них будут получиться руководители первичных партийных организаций на местах. Таким образом, Одесская область может быть самой сильной для Саакашвили. Ну, с одной стороны, конечно же, Саакашвили – это типичный харизмат. Это человек, который умеет влюблять в себя свое окружение, умеет приседать на мозг, на извилины, выравнивать их в нужном направлении. И, соответственно, вот тот самый волонтерский клубок, который вокруг него существовал, он очень сильно пропитан личной лояльностью по отношению Саакашвили. Уход Саакашвили в политическую деятельность, естественно, потянул их за собой. Мне кажется, вот так комфортно, когда он ушел туда с хозяйственной деятельности губернатора? Он туда никогда не приходил, если честно. Фактически, опять же, есть байка, которая уже полтора года циркулирует внутри областной администрации, о том, что Саакашвили ни разу лично не провел ни одного рабочего совещания, ни одного аппарата, жёдной аппаратной нарады не было проведено особойства. Да, вот, ну, по большому счету, это очень много говорит о стиле руководства. Даже я снимала рабочие совещания, где их проводил Михаил Саакашвили. Мы говорим о аппаратных совещаниях. Аппаратные совещания, не знаю, давненько не было на них. Мы говорим о аппаратных совещаниях, а не о постановочных шоу по решению той или иной сумасшедшей важной проблемы. Аппаратка – это когда ты садишься, берешь большую задачу, разбиваешь ее на мелкие, декаскадируешь, раздаешь ее в зубы исполнителю и, собственно, делаешь систему четкого контроля. Я думаю, что волонтеров, особенно в том количестве, было очень трудно контролировать. Та же Любовь Шипович пишет о том, что с приходом Максима Степанова возвращается такое понятие, как бумажный документооборот. – Вполне возможно. Я не слышал об этой инновации или, скажем так, наоборот, реновации. Мы говорим о чем? Мы говорим о том, что неважно, документ в электронном или в настоящем, в твердом виде существует. Главное о том, чтобы он исполнялся, потому что, скажем так, превращение бумаги в электронную копию только ради самого превращения не есть реформой. – Очень много денег закладывается как раз на бумажные, на бумагу, на использование бумаги, на распечатку документов, задач, заданий и в Верховной Раде, и, собственно, в Одесской областной администрации, и в Одесском городском совете. – Учитывая то, что бумага у нас в основном привозная из Европы, я понимаю, куда пошел кругляк. – Количество денег, которыми прирастет то или иное подразделение областной администрации из-за введения бумажного документа оборота, поверьте, это деньги совершенно неинтересные, даже руководителю среднего звена, не говоря уже о первом руководителе. – Скорее всего, может быть, прирастет кто-то, разбогатит кто-то из завхозов, но это максимум. – Каким бы ни было количество бумаги, поверьте, в областном бюджете и в тех, скажем так, субвенциях, дотациях, которые спускаются сверху из государственного бюджета на решение тех или иных социально-экономических проблем, денег гораздо больше. И возможности их осваивать тоже гораздо больше, чем бумага. – А, на другую сторону, чего ты возмущаешься? Чего ты ожидала, какого-то документа оборота ожидала от директора полиграф-комбината? Ну, конечно же, бумажного. – Все вполне логично. – Будет бланковый документ оборота. – Я хочу сказать, что, собственно, как раз Степанов был инициатором перехода от бумажных паспортов к пластиковым айди-картам. Поэтому процесс может быть взаимообратным. – А я знаю почему, потому что они долго… – Ему нужна была бумага в Одесской областной администрации. – Они там писали на испорченных бюллетенях, с другой стороны. Я хочу еще такой вот момент уточнить. Что касается меня и людей, с которыми я общался, я, например, очень многого жду от назначения нового губернатора. Действительно, как Андрей вначале сказал, действительно, технократ. Действительно, это чиновник. Он и выглядит чиновник, это каком-то и крякает как утка, и плавает как утка, и выглядит как утка. – Причем это чиновник не политический, это чиновник карьерный, который прошел именно те должности, которые позволяют говорить о наличии определенной очень тонкой аппаратной чуйки. – Во-первых, у него очень хорошо развито вот это чувство такта по отношению к власти. Причем, как показывает его развитие во времени, к разной власти абсолютно. Он нормально себя чувствовал, и это хорошо. – Самой большой ошибкой Саакашвили здесь было то, что он наломал дров именно внутри отношений с группами влияния внутри региона. – Будем надеяться, что вот эта политическая, скажем так, гибкость и дипломатичность у Степанова, она будет позволять, собственно, выстраивать гораздо более продуктивные отношения. – Главное, чтобы она не стала прогибом гибкости. – Да, конечно же, это будет один из самых значимых рисков, если, скажем так, спина губернатора будет гнуться только в одну сторону. Поэтому здесь нужно будет нам, скажем так, видеть, следить, информировать. И, конечно же, думаю, что группы влияния сейчас сильно надеются на возобновление диалога с областной администрацией. Будем надеяться, что это состоится. – Давайте так, хочется верить, и я искренне желаю ему эффективной работы. Мне кажется, что это пожелание правильно, потому что он настроен именно на такую работу. Мое личное мнение. – Не знаем, на что настроен, но поскольку мы живем в Одессе, хотелось бы, чтобы действительно работа была продуктивной. Благодарю вас за то, что нашли возможность прийти к нам. Андрей Бодров, политический консультант. Передаем слово Ксении Терзи, она расскажет о том, что происходит в городе в эти минуты. После вернемся в студию, будем говорить о возможном скандальном назначении руководителя Одесского отделения Национального антикоррупционного бюро Украины. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дума ТВ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова